Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. И мы отправляемся на самые интересные моменты 1-8 финала онлайн-олимпиады. На данный момент известен уже первый финалистом стала сборная Индия, которая в драматичном матче на флажках опередила сборную Польши. Посмотрим на таблицу и Индия уже ожидает победителя пары Россия-США. Напомню, что именно сегодня сборная России в 7 часов вечера скрестит шпаги с американцами. Ну а мы поговорим о том, что происходило в 1-8 финала, где было 4 матча. Греки принимали армян, Болгария играла с Польшей, Венгрия с Германией. И, конечно же, самый ожидаемый матч 1-8 был матч Китая и Украины. Итак, если армянам достаточно легко дался матч с греками, как и Польша с Болгарией, то вот матчи Венгрии, Германии и Китая-Украины решал Армагеддо. Но обо всем по порядку. И первое, на что мы обратим внимание, это партия Роняна с Баникосом. Оточни некоторые моменты к этой партии. Итак, на доске приблизительно равенство. Чуть ранее белых был небольшой перевес за счет того, что черный король был не обеспечен. И были некоторые вопросы с полями. Однако, вот в такой вот равной позиции приблизительно, Баникос сыграл неосторожно ферзь С2. Предложил таким образом размен ферзей. И Ронян в собственных лучших своих моментах, в лучших традициях жертвует качество на Д4. Черные могли, конечно, принимать это качество. Но для этого необходима, как минимум, серьезная смелость. Баникос, конечно, шахматист очень хорошего уровня и очень сильный. Но ему нужно было каким-то образом выигрывать. А эта позиция, скорее, с большими опасностями, нежели с шансами. Потому как белый король в надежном состоянии, а черный нет. Пешка в Д. И мы видим определенные проблемы. Можно здесь испытать. Поэтому Баникосу пришлось смириться с тем, что он просто-напросто зевнул эту идею. Поменялся на Д2, поменялся на Ф4. Несмотря на то, что пешки сдвоены, у белых есть инициатива за счет пешки Д. Ладья Д6. Это была вторая партия. Второй тур этого матча. В первом туре армяне, как вы видели, обыграли греков. И грекам нужна была только победа. Ладья Е1, Ладья Б6. Мы видим такой вот ход рискованный. Потому что снимается блок с пешки Д. Ну и естественно, Аранян сразу ее двигает вперед. После Ладья Д8 максимально пешка определена. После взятия на Б2, Ладья Е7 пытался Баникос найти шансы на встречных хорсах. Но они оказались слишком короткими. Король Ж3. Таким образом белый создает угрозу матовый несколько ходов. Пришлось играть Аш5. И после Ф5 Король А6. Мы видим черный король абсолютно запотован. Такая, в общем-то, матовая сетка наброшена. И после С5, С5, Б1. Очень четкий ход, создающий страшную угрозу Ф6, Ладья Е7. Подобная конструкция, забегая вперед, случилась в драматичном матче. В Польше и Азербайджан. Где буквально на секундах Моника Сочком обыграла в Гюнай Мамадзаду. И поставила аналогичную конструкцию. Итак, после Ладья Ж8 Король А3, Ф6, сетка готова сработать. И после ухода слона Б6, Ронян не стал ничего придумать. Просто сел их по слоноходному Ладею Ф6 и вывел команду в четвертьфинал. Следующий пример, который как раз-таки состоялся в матче в Венгрии и Германии. Белым играл гроссмистр Адам Козак. И принимал он международного мастера Роэна Фогеля. В этой позиции белый большой перевес за счет пространства. Их позиция связана с движением на королевском фланге. То есть белые должны здесь атаковать. В черных немножко загрудились фигуры на ферзевом фланге, который пока заблокирован белым слоном. Итак, переходит Адам к активным действиям. Забирает на Э4. Играет слон Д6. Таким образом освобождает поле С5 для возможной блокады конем. И, соответственно, перестраивает свои фигуры для того, чтобы впоследствии готовить ход Ф5. Таким образом слон защищает пешку на Е5. Х5 таким образом блокирует движение Ж4. Ферзь Ф2, Ж6, король Х2. Движение все равно пошло. И Ж4, в общем-то, на повестке дня. Слон Б5 не защищает от хода Ж4. Не стал подготовительные ходы делать Адам Козак. Сразу же движется вперед. Взятие на Ж4, ладья Ж1. Вскрытие игры пошло. На ЖАЖ, естественно, последует ход Ф5 с победой. Поэтому король Ф7. Черные пытаются убежать. Ладья Аш8 с двоением. Защита. И в нужный момент меняются кони. Хотел сказать, меняются пони. Но можно сказать и пони. Меняются пони, потому что конь на А4 был вне игры. Конь на Д7 также. Поменяли фигуры. Вернулись и построил Адам Козак вот такую вот пушку. Настоящая пушка из тяжелых фигур. Готовая выстрелить. На повестке дня ход Ф5. Который вскрывает игру на короля. Ладья А6. Защита пешки Ж6. И еще один подготовительный ход. Ладья Ж5. Выменивает таким образом ладью. И подготавливая угрозу Ф5. Поэтому пришлось черным забирать. И защищать пункт Ж7. Поле вторжения. Слон Д6. Классный ход. Подготавливает ход Ф5. И здесь Фогель сразу не сообразил, что происходит. В противном случае он бы попытался хоть как-то вскрыть игру. Может быть с ходом Ц5. Может быть с ходом Д4 в какой-то момент. Может быть просто слона отправить в район поле Ф5. Но это слишком долго. И на секунду, конечно, такие игры непросто понять. Он пошел слон Д3. Адам двинул Ф5. ЖФ. И здесь Адам ошибся. Как ни странно. Он пошел ладья Ж8. Ход, который, казалось бы, побеждает. Побеждает сразу. Но в чем же была защита? Вы можете поставить видео на паузу. Найти ресурс. За черных. Итак, ладья Ж8 не побеждала. Как ни странно. Хотя угроза, как сказать, у ладья Ф8 крайне заманчива. Вообще поставить мат крайне заманчиво. На самом деле побеждал профилактический ход король Ж1. И угроза сильнее, чем ее исполнение. После ладья Ж8 последовал спасительный ход ладья Ж3. Это важный ход. Теперь мы видим, что на король Х3 последует шаг на А6. И как минимум ладья не защищена на Ж8. А на ферзь, да, на ферзь А3 просто король Беже 8 мгновенно. Но король Ж1. И вот здесь Фогель не нашел спасительного ресурса. Он был связан с таким вот замечательным, красивым ходом ладья Ж1. Идея его в том, что после хода короля Ж1 черные дают вечный шаг посредством ферзь А6 и ферзь Е3. Феноменальная конструкция. Мы видим, что белый ферзь не может отвлечься от ладьи Ж8. И здесь вечный шаг. Вот такой был момент для ресурса. Вместо этого Фогель получил мат в три хода. И здесь, в общем, пришлось ему остановить часы. Ну что же. А теперь мы переходим к главным идеям. К главному противостоянию Китая и Украины. О нем я не говорил. Вообще я не говорил о выступлении Кирилла Шевченко. Который, конечно, блестящим сыгрался за свою сборную. И по праву выиграл свою доску юношескую. При этом показывал очень взрослые такие хорошие шахматы. Качественные. И сегодня мы поговорим, разберем ряд примеров из его творчества. До этого я говорил об Антоне Коробове, но Кирилл Шевченко не менее ярко сыграл. Особенно в отборочном этапе он набрал 6 из 6. И продолжил свое шествие и матч с Китаем. Итак, вот в этой позиции китаец, который играл черными, предложил размен ферзей. Особо не думая, этот ход, конечно, неоднозначный. Так как с виду кажется, что позиция легко защитима. На самом деле Эршпиль далеко не простой. И здесь у белых небольшой перевес. За счет того, что конь просто гораздо лучше слона. Итак, переводит коня на Ф4. Первый план, который провел Кирилл, это абсолютно правильная мысль. Не могу сказать, что движение С5 от черных было хорошим. Но конь на Ф4 контролирует все поля вторжения. То есть поле Х5 и поле Е6. В некоторых редакциях поле, естественно, Д5. Плюс ко всему конь еще и направляется в район поля Д3. В некоторых ситуациях таким образом спровоцировав пешку С5. Ну а черным двигаться достаточно непросто. Потому как ни ЦБ, ни Ц4 играть не хочется. Так как ли в том и в другом случае белые имеют возможность организации проходной пешки. Итак, король Д7, король Е3. Очень важно пока не делать каких-то сразу же действий. Мы видим, что Кирилл не торопится. Как учили нас советские школы, советским книжкам. Что торопиться никуда не надо. И вот такой неосторожный тоже ход от китайца сразу же последовал мгновенный ход конь Д3. Который просит пешку С5 определиться. И выясняется, что брать на Б4 конечно нельзя. Потому что конь Б4 теряется пешка А6. Опять хода нет из-за хода конь С6. Это как минимум. Поэтому пришлось играть в Ц4. И после БЦ опять-таки БЦ просто плохо. Потому что пешки разбиваются. Эта позиция безнадежно. Конь может просто вернуться на Ф4. Король занимает поле Д4. Приходится бить слоном. И тогда еще один классный перевод от Кирилла. Конь Ф4. Король Ф7. Король Д4. Король Е7. Черный казалось бы стоят на месте. Все защищает. Но следует ход конь Д5. Меняться конечно на Д5 нельзя. Потому что у белых очень много дополнительных темпов. И они просто-напросто проникают королем. И выигрывают партию. Пешкинер безнадежен. Поэтому пытался китаец стоять на месте. Но вот конь Е3. Мы видим перестройка коня классная. Контролирует и поле Ф1. Поле вторжения. И подготавливает ход С4. Таким образом обеспечивая проходную пешку для белых. Король Д7. Взяли-взяли С4. Очень классная часть партии. То есть именно образцово-показательная. Это можно сказать учебный пример. Таким образом он обеспечил себе большой перевес. Взяв на Б5. Мы видим опять-таки предлагает перейти в пешный эшпиль. Перестройка коня на С3. Дальше опять-таки начинает движение. Теперь перестройка коня на Д4. И А4. Хороший очень ход. Блокирующий пешку Ж7. Угроза Х5 создана с идеей конь Е6. И тогда пешка на Ж7 будет просто-напросто заблокирована. Ее просто-напросто можно будет съесть. Итак. Ж6 пришлось играть китайцу. Но после короля Д3. Х5 он попытался подменять еще пешки. Но ЖХ, ЖХ, конь Е6 выяснил, что теряется очень много пешек. И белые съедают на одну больше. Конечно, здесь при таком количестве фигур шансы черных защититься есть. Но, в общем-то, если играет технарь, мы видим, что белыми Кирилл такие позиции не на АВ. То есть, видно, что он изучал и многие книжки. Занимался у правильных тренеров. И, соответственно, здесь он довел партию до победы. Практически довел до победы. Я прошу прощения. Здесь как раз-таки случилась ничья. Но была партия абсолютно выигранная. Итак. Вот сейчас мы дойдем до этого момента, где он мог осуществить выигрывающий маневр. Несложный. Значит, он перекрыл слона. То есть, пешка Б пошла. Слон в 3. И вот здесь конь Е3 ход оказался пустым. Конечно, здесь нам было просто взять на Д6. И вот эта позиция абсолютно выиграна. Брать наши 4 нельзя, потому что конь движется на Е4. Пешка проходит автоматически. Поэтому черным пришлось бы отступать на А8 слоном. А в этом случае вы можете подумать, как тут белые должны выиграть. Ну, белые на самом деле здесь выигрывают таким вот маневром. Конь Ф7. Король А4. Конь Д8. Идея перекрытия продолжается. В действии, так сказать, конь готов встать на С6. Король встать на А7. Таким образом выигрывают партию. Поэтому черным нужно бежать срочно назад. Ну, а теперь можно оттолкнуть короля предварительно. Там на любой ход слона пойти королем на Д6. И после опять создать угрозу движения пешки. А если, скажем, король продолжит, то конь С6. Понятно, если слон А8, то тогда мы выигрываем достаточно простым способом. Конь С6 и ловим слона на А8. Вот такой поучительный хороший пример для вас. То есть я вам немножко показал. Учитесь играть Эншпиль. И еще один такой элемент от Кирилла. Это уже не Эншпиль, это Миттельшпиль мы видим. И в такой позиции у него был перевес большой. Опять-таки с тем же соперником. Своим сверстником играл. Гроссмейстер из Китая. Ну и вот в этой позиции. Опять-таки вы можете поставить видео на паузу. Попытаться найти интересную идею от Кирилла Шевченко. Итак, ну Кириллу кажется, что самое простое взять на Е4. Это в общем-то тоже сохраняет перевес. Но Кирилл находит очень классный ход. Слон Ф1. Обратите внимание на тонкий укол. Нападает он на Ферзя и одновременно создает идею, связанную с ходом Ферзь Х3. И после Ферзь Ф1 падает главный защитник. И черный переходит в стадию реализации, где Кирилл был четок и выиграл партию очень уверенно. Мы видим такие вот тычки. Колоссально. Очень сильный ход слона Ф1. Ну и в общем-то Украина с Китаем бились до последнего патрона. Никто не мог выиграть в основное время. И две ничьи состоялся в первом и втором туре. И перешли на Армагеддон. И в Армагеддоне так получилось, что компьютерная программа выбрала именно опять-таки юношескую доску. И Кирилл вышел в третий раз бороться с китайским визави. Ну и можно сказать, что в этой партии китаец играл крайне пассивно. То есть очевидно, что здесь у него некоторые были сложности и психологического характера. Играл он быстро, но не так, не сказать, что хорошо. И вот в этой позиции мы видим, что очень быстро китаец перешел в Эншпиль, смахнув таким образом все фигуры. Опять у нас возник этот Эншпиль, где черным предстоит пассивная защита. У белых за счет пространства, это пешки Д4, Е5. Они, в общем-то, создают большой комфорт белым. И у белых при наличии одной лишней минуты такие позиции, конечно, не горят одно удовольствие. Итак, Кирилл подвел короля, слона отправил на Д3. Черные убрали пешку, поставили ее на А6. Ну и впоследствии, вот мы сейчас увидим, будет такой момент интересный, где, в общем-то, белые поджимали. Поджимали. Критический момент наступил вот в этой позиции. Китайский шахматист, китайский гроссмейстер, очевидно, имеет большие пробелы в Эншпиле. Осуществил такую, казалось бы, мимолетную, но очень серьезную ошибку. Он сыграл Б6. Таким образом, создав себе дополнительную слабость, дополнительную зацепку. Ни в коем случае этого делать было нельзя, то есть, у черных бы сохранялась хоть и пассивная, но крепкая защита. Но ходом Б6 белый, естественно, организует вот эту дополнительную слабость. Мы видим, пока держит напряжение Кирилл очень грамотно. Несколько ходов были сделаны, конечно, на секундах, но это не имеет значения. И вот эти вот дополнительные ресурсы, связанные с зацепкой пешки Б6, возникли. В итоге, после длительного движения, возникла следующая позиция. Это через 20 ходов, ну и еще через 20 такая же приблизительно. Кирилл здесь мучил очень долго. В итоге, в какой-то момент заставил китайца поменять положение короля с конем. Это казалось критической ошибкой. Китайца это осуществил. И в итоге, после некоторых маневров, выяснилось в какой-то момент, что эту пешку защитить черные не в силах. И уверенно, Кирилл партию довел до победы, таким образом обеспечив сборной Украины выход в четвертьфинал, где они бились с США. Но о матчах четвертьфинала я расскажу в следующем видео. В этом видео я также не сказал о том, как Венгрия обыграла Германию. Они буквально тоже в драматичном совершенно противостоянии. В Армагеддоне Томаш Баныш, имея 0,3 секунды, прошу прощения, все-таки умудрился каким-то образом выиграть. Таким образом в Венгрии вышло четвертьфинал. Ну что ж, до скорого, увидимся. Я скоро поговорю вам о четвертьфинале.